Сегодня в программе Кораллы живут не только в тропических морях. Уникальные исследования шведских ученых на рифе Ислер. То, что при нагревании или наоборот охлаждении вещества переходят в различные агрегатные состояния, твердые, жидкие, газообразные, вроде как понятно. А вот что происходит с этими самыми веществами при повышении давления, а тем более при сверхвысоких давлениях, уже не столь очевидно. И именно в этой области в последнее время происходит наиболее удивительное открытие. В настоящее время, благодаря распространению такой технологии, как алмазная наковальня, стало возможным фактически в любой лаборатории генерировать давление от сотен тысяч до миллиона атмосфер. Благодаря вот этому небольшому приспособлению алмазная наковальня и удалось совершить прорыв в исследованиях высоких давлений. Два алмаза ограняют специальным образом, и между их центральными плоскими поверхностями располагают образец. В полости обязательно есть металлическая прокладка. После того, как камни сдавливают, на образец действует давление обратно пропорциональной площади рабочей поверхности алмаза. На первый взгляд все очень просто. Под очень высокими давлениями принципиально меняются свойства материалов. Например, магний и железо при нормальных условиях, при атмосферном давлении, даже в расплавном состоянии не смешиваются друг с другом. И причина, почему они не смешиваются, хорошо известна. Очень большая разница в их атомарных размерах. Однако, когда давления возрастают до миллионов атмосфер, магний, который сжимается намного быстрее железа, становится поразмерно сопоставим с железом. И тогда эти два металла начинают смешиваться. Можно получать сплавы железа и магния. Магний и железо, магний и кобальт, магний и ники, которые ранее считались совершенно не смешивыми металлями, могут образовывать сплавы. Высокие давления могут влиять на вещи, тысячелетия считавшиеся незыблемыми. Они меняют свойства золота, получившего свой статус благородного металла как раз за стабильность и неизменность при любых условиях. Золото всегда считалось материалом, который может выдерживать совершенно неимоверные нагрузки, материалом, который устойчив к практически любым химическим воздействиям. Оказывается, и у золота есть свой предел. При давлениях порядка двух мегабар оно переходит из всем хорошо известной гранецентрированной структуры в структуру с гигасональной плотнейшей упаковкой. Меняется его плотность, меняется его свойство. То есть золото становится не самым благородным из благородных металлов при этих давлениях. Оно уступает, например, по своим свойствам серебру или в платине и даже меди. Эти исследования интересны еще и тем, что моделируют условия, в которых находятся вещества в ядре Земли. То есть там, куда мы еще не заглядывали. А понимать, что происходит внутри нашей планеты, согласитесь, крайне важно. Это интересно не только потому, что расширяет наши возможности в понимании и в синтезе нового материала, но также создает направление, которое может позволить синтезировать вещества, о которых мы даже и не могли думать или не могли представить возможность их существования, основываясь на современной химии и физике низких давлений и обычных температур. Осень 1945 года. На секретный немецкий полигон в Тюрингии прибыла группа советских военных специалистов. Среди них был полковник Николай Пелюгин. Пленные немцы удивлялись, почему этот герб полковник сам с отверткой в руках ковыряется в частях ракеты Фау-2. Кстати, тогда же союзники просили переправить самолетом некоторые узлы управления ракеты Фау. Им было невдомек, что всего двух часов хватило Пелюгину, чтобы разобраться в системе управления Фау, и еще 20 минут, чтобы уничтожить следы вскрытия. Тогда же, осенью 1945-го, в Тюрингию прибыл подполковник Сергей Королев. Так началось их знакомство. Там были заложены, по сути дела, те вначале товарищи, а потом я сказал бы дружеские отношения между Сергеем Павловичем и Николаем Алексеевичем. В 1926-м Николай Пелюгин начал работать слесарем в ЦАГе и вскоре стал особо квалифицированным мастером, файн-механиком. Его заметил Туполев и направил учиться в МВТУ. Дипломный проект Пелюгина был посвящен разработке прибора под названием «Жирограф». Прибор-самописец регистрировал на бумаге малейшие изменения углового положения самолета. Вернувшись в ЦАГе, Пелюгин воплотил его в металле. Потом были война, командировка в Тюрингию, знакомство с Королевым. Сергей Павлович оценил техническую подготовку Пелюгина и предложил ему войти в состав Совета главных конструкторов ракетной техники. Мало того, Николай Пелюгин был единственным человеком в Совете, кого Королев считал своим другом. В общем, отношения всегда были достаточно ровные. И это отразилось на отношениях коллективов. Вот не с одной организацией, кроме от организации Сергея Павловича Королева, даже после его анчины, когда менялись все другие главные инструкторы, там отношения у Летьева всегда были наиболее тесные и наиболее товарищеские. Началась работа по созданию ракеты Р-1, аналога немецкой Фау-2. Задачей Пелюгина было создание автономных систем управления. Во многом пришлось идти непроторенным путем. Большинству агрегатов пришлось разрабатывать, изготавливать и испытывать впервые. Но баллистические ракеты Р-1 летали более устойчиво, чем Фау-2. Затем была стратегическая ракета средней дальности Р-5. А потом и легендарная «семерка», которая стала базой для создания космических ракет «Спутник», «Восток», «Восход», «Союз». И если после старта работу ракетчиков, двигателистов и стартовиков можно было считать успешно завершенной, то работа систем Пелюгина только начиналась. И если порой бывали сбои, Пелюгин никогда не боялся признать свои ошибки. Вообще у него были такие отношения. Если что-то произошло в полете, была эта авария, и трудно разобраться в причинах, то Николай Иосифович всегда говорил всем нам и сам поддерживал такой принцип. Вначале ищите у себя. Перед Советом Главных встала новая задача – высадка человека на Луну. Была построена гигантская ракета «Н-1», но конструкторов еще на старте преследовали неудачи. Американский же «Сатурн-5» конструкции Вернера фон Брауна летал отменно. Многие конструкторы пытались удалиться от сомнительного лунного проекта, но Пелюгин взялся за разработку систем управления лунной ракетой. Технические пути реализации могут быть самые разнообразные. Естественно, что при тех сроках, при тех ограничениях временных и при отсутствии достоверной технической информации, необходимой для создания системы, она отсутствовала не только для Пелюгина, она отсутствовала вообще. Все пути решения задачи были неоднозначны. Пелюгину пришлось работать в условиях жесткой конкуренции с конструктором Кузнецовым. Гироскопы Кузнецова были легче, а на счету был каждый грамм. Однако Королев принял на вооружение пелюгинские системы управления. Как бы то ни было, Советский Союз проиграл лунную гонку Америки. Умер Королев, работы по ракете «Н-1» были свернуты, Союз главных стремительно распадался. В космической технике наступала новая эра. Королев был романтиком большого космоса, а для новых времен важнее были большие заказы. Пелюгин становится монополистом в разработке автономных систем управления. Его гироскопами оборудуют ракеты «Протон». Но он не успокаивается над «Остигнутым». Уже в 70-летнем возрасте он берется за внедрение в систему управления цифровой техники – ЭВМ. Очень часто его рабочий день начинался с того, что он шел на завод, в цех, и садился рядом с механиком, со сборщиком. Если возникали какие-то проблемы, он не уходил с этого места, а он не решит эти вещи. Последним крупным конструкторским решением Пелюгина был отечественный космический челнок «Буран». Разработку системы управления ракетоносителя «Энергия» он доверил своему воспитаннику Сергееву. Пелюгину не привелось увидеть полет «Бурана» и его изящную, точную, первую в мире автоматическую посадку. Пелюгин скончался в 1982-м. Он не оставил трудов по теории космонавтики, на теорию не хватало времени. Академические звания были присвоены ему как признание практических заслуг. 18 мая 2008 года Николаю Алексеевичу Пелюгину исполнилось 100 лет. Гигантский срок от первых робких попыток подняться в воздух до освоения ближайших планет. И в этом гигантском скачке огромная доля труда Николая Пелюгина. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Рассказывают, что в средневековой Севилье жил аптекарь, которого инквизиторы обвинили в шарлатанстве. Все болезни он лечил одним средством, толченым минералом небесного цвета. В день казни одного из инквизиторов мучила головная боль. Аптекарь дал ему свой порошок, и боль моментально улетучилась. Казнь была отменена, а в Севилье заговорили о панацеи, удивительном небесном минерале, сапфире. Сапфир – разновидность корунда. Этот камень начали добывать в Древней Индии, и именно тогда люди поверили в его магические свойства. По старым индийским поверьям считается, что кристаллы сапфира извергают праны добра. Настолько удивительным был этот камень. Ну а по древнееврейским понятиям это камень справедливости. Если верить старинным легендам, печать царя Соломона была сделана именно из сапфира – камня справедливости. А древние греки считали этот самоцвет символом верховной божественной власти. Они считали, что сапфир – ничто иное, как капли, окаменевшие капли напитка бессмертия, который пьют боги. И когда этот напиток неожиданно разлился, и капли его стали стремительно падать на поверхность земли, а боги не хотели, чтобы люди обладали таким качеством, как бессмертие, только боги обладают бессмертием, то они превратили этот удивительный камень, удивительные капли в камни синего небесного цвета, тем самым все-таки подтверждая его связь с небесами, на которых жили боги. Сапфир во все времена называли камнем неба, а самыми ценными считали самоцветы с небесной печатью, так называемые звездчатые сапфиры. На некоторых сапфирах, так же, как и на рубинах, появляется звезда. Это шесть лучей в разных направлениях. И было поверье, что это пересекаются линии веры, надежды и судьбы. Именно звездчатые сапфиры были главными оберегами во многих культурах древности. На Руси этот минерал почитали особо. Один английский путешественник писал, что Иван Грозный хвалился перед ним своей коллекцией сапфиров. Этот камень увеличивает храбрость, веселит сердце, улучшает зрение и укрепляет мускулы и сухожилия. Мы знаем, что из всех камней, которые окружали Бориса Годунова, он выделял именно сапфир. По той простой причине, вот тот самый Яхант Лазолевый, он говорил, что только этот камень драгоценный обладает очень необычными свойствами. Именно необычные физико-химические свойства сапфира, как считают ученые, и породили легенды о магической силе этого камня. Люди, сталкиваясь с сапфиром, не могли не оценить именно крепость этого минерала, способность его резать практически любые другие вещи. Ну и представьтесь, при этом совершенно абсолютную прозрачность и глубокий, глубокий, глубокий синий цвет, который вызван, кстати, тоже ионами в решетке железа. Собственно говоря, вот вы и получите ту характеристику сапфира. Мистическую способность лечить жар ученые связывают с холодным блеском этого минерала. А чудесное свойство улучшать зрение с напряжением и расслаблением глазных мышц в то время, когда человек любуется сапфиром. Получается, что аптекарь из Севильи вовсе не был шарлатаном. Просто он раньше других проник в тайны небесного самоцвета. Ранним утром шведские морские биологи Томас Лудолф и Лизбет Джонсон на небольшом исследовательском судне отправляются в море. В часе хода от берега, неподалеку от морской границы между Норвегией и Швецией, на глубине 120 метров расположен коралловый риф Ислер. Мало кто знает, что даже в холодных северных водах обитают кораллы. Изучать их помогает ученым специальный подводный робот, оборудованный телекамерой. Робот управляется джойстиком. Эта необычная колония состоит из двух видов кораллов Лафелия пертуза и Мадрепора окулента. Шведские ученые поставили перед собой задачу полностью картировать этот уникальный коралловый риф, который простирается на 1200 метров в длину и на 200 метров в ширину. Картирование рифа – очень важная задача. Прежде всего потому, что главной опасностью для этого уникального биотопа являются рыбачьи сети. Наличие точной карты с указанием глубин позволит рыбакам быть осторожнее, не рвать сети и не губить кораллы. Но картированием научная деятельность на рифе Ислер не ограничивается. В лаборатории на берегу биологи решают один довольно любопытный вопрос. Известно, что тропические кораллы имеют в своих тканях симбионтов разного рода водоросли. Эти водоросли поглощают солнечный свет и поставляют кораллам необходимую энергию. На глубоководном рифе Ислер света не хватает. Ученые решают вопрос, кто же поставляет кораллам энергию? Микроскопические исследования показали, что вместо водорослей энергию кораллам поставляют бактерии. Вот такие они необычные. Глубоководные кораллы холодного северного моря. Далее в программе. Как конструкторы не узнали свое детище и откуда взялась лунная сосулька? Потрясающая информация от академика Николая Анфимова. 11-метровый или пенальти. Как без потерь перевести футбол с английского на русский? 27 миллионов тонн несметных сокровищ растворено в водах Мирового океана. Только как их оттуда извлечь? Ген благотворительности пока не найден. Но благодеяние, как считал Синека, единственное, что связывает человеческий род. Космический опыт дает импульс теоретической мысли. Иногда неожиданные и, кажется, несущественные результаты становятся условием непростых задач. Так случилось с первыми орбитальными станциями, когда решались проблемы теплообмена космических аппаратов. Поверхность космических аппаратов окрашивается или покрывается специальными покрытиями с определенными оптическими свойствами для того, чтобы каким-то благоширительным образом влиять на температурный режим. Ярко-белое покрытие было. И вот когда скинули на фотографию цветную, где, в общем, цветопередача была правильная достаточно, то казалось, что все эти покрытия стали такого, я бы сказал, желто-ржавого цвета. На эти покрытия оказывают влияние факторы космического пространства. Солнечные излучения, в основном ультрафиолетовой части своей, потоки протонов, электронов. И в свое время это еще не было достаточно понято. Теперь делаются специальные защитные пленки, чтобы на это покрытие не попадали продукты, выходящие из двигателя. Удалось повысить стабильность по отношению к ультрафиолетовым излучениям. То есть экраны ставят сверху слой, который ультрафиолетовое излучение не пропускает, и поэтому нет влияния на покрытие. Первая мягкая посадка, когда наш спутник в специальной оболочке, проскакав словно мяч, остановился на поверхности Луны и заснял окрестности, произвела фурор. А возможно это стало благодаря хитрой системе термозащиты аппаратуры, в которой, однако, не все было предусмотрено. На поверхности Луны температура достигает 130 градусов Цельсия, то есть очень шарко. Поэтому аппаратура, для того, чтобы она работала, должна охлаждаться. И на этом аппарате была специальная система охлаждения, испарительная. Но проблема возникла, когда пары воды после испарения выбрасывались в пространство вокруг космического аппаратика этого маленького. И вот, проработав, по-моему, всего несколько минут, вместо положенного часа, аппарат перестал работать. Что оказалось, когда разобрались с ситуацией? Пар вытекал из отверстия, хотя там давление низкое вокруг, он расширялся, но, тем не менее, потом попадал на какую-то достаточно холодную часть поверхности и на ней конденсировался. И не в жидкую воду, а в лед. И появлялась такая сосулька, врастающая навстречу идущему пару. И, в конце концов, она попадала в то отверстие, из которого пар выходил, и затыкала его. И аппарат из-за этого сразу пригревался и перестал работать. Лондон волновался. Едут 11 неизвестных. Команда Чалси принимала московских «Динамо». Первый визит наших футболистов на родину футбола обогатил спортивный лексикон множеством новых терминов. Как тогда русский язык осваивал незнакомые слова, и как справляется с этой задачей сейчас, когда футбольных и других контактов стало значительно больше? В спортивных репортажах появились загадочные слова. «Манкунианцы» и «Манегаски». Эти слова стали встречаться прежде всего в отчетах о футбольных матчах. Я даже несколько раз вступал в споры с разными спортивными болельщиками, которые утверждали, что «Манкунианцы» – это название болельщиков «Манчестер Юнайтед». Просто сокращение «Манк» от названия «Манчестер» и «Пун» от названия «Юнайтед». На самом деле это не так. «Манкунианцы» – это название жителей Манчестера, а «Манегаски» – это название жителей Монако. Конечно, в слове «Манегаски», в отличие от «жителей Монако», есть особая привлекательность, как и в названиях новых видов спорта. Зорбинг, фризби, дайвинг, акватлон. Нужно ли переводить их на русский, как в свое время это произошло с пришедшими из-за рубежа бегом, спортивной ходьбой или прыжками в высоту? Если бы, когда эти виды спорта появились, русский язык вел себя так же, как сегодняшний, то мы бы не имели никаких прыжков в высоту, а в русском языке было бы какое-нибудь слово вроде «хайджампинг». Итак, основная сегодняшняя тенденция или тренд – это прямое заимствование и видов спорта, и терминологии. В боксе, например, появилась своя оппозиция, так называют противников боксера. Ну а сам боксер-тяжеловес – это крузер, боксер крейсерского веса. В тех же боксерских репортажах появились слова «челленджер», «контендер», обозначающие претендента, «проспект», обозначающие перспективного боксера. Примеры можно продолжать. Мы видим определенную тенденцию. Это такое ожаргонивание языка, ну, создание, может быть, можно сказать мягче, создание спортивного жаргона. Спортивный жаргон – неотъемлемая часть болельщицкой культуры. Знание профессиональных терминов и словечек создает иллюзию причастности рядового болельщика к миру профессионалов и звезд. А посредником между ними выступает комментатор, который часто эти словечки-пароли и порождает. Хоккеист забил гол и сделал две ассистенции. Вот это слово «ассистенция» просто означает, что он дал два голевых паса. Пас тоже заимствованное слово. Но вот здесь журналист просто автоматически переносит английское слово на русскую почву, хотя мог бы это сказать иначе. Жаргон был всегда и во всех видах спорта. Вспомним футбол середины прошлого века. Бек – защитник, галкипер – вратарь, его сокращенно называли кипер. Так же, как хавбеков – полузащитников, именовали хавами. И в этом был особый шик и в речи комментатора, и болельщика, и футбольного тренера. Вот если мы посмотрим на сегодняшнюю футбольную лексику, то мы увидим очень странную и причудливую картину. Некоторые из этих слов ушли практически совсем. Я, например, слово «бек» для названия защитника не слышал уже давно. Не слышу я сегодня и слово «корнер». Когда-то во дворе это слово было очень популярным, и даже есть знаменитая дворовая присказка «три корнера пенель». Сейчас выражение «три корнера пенель» – такой же анахронизм, как и сам дворовый футбол. Язык меняется так же, как жизнь. И не всегда понятно, по каким законам. Язык сам каким-то образом отбирает часть и оставляет часть заимствований, а часть отбрасывает. Мода прошла, некоторые слова сохранились, некоторые ушли. Предсказать, какое слово сохранится, какое идет, невозможно. Почему вне игры оказался лучше офсайда? Загадочная вещь. Почему угловой оказался лучше корнера? Загадка. Частый язык уравнивает в правах иностранное фол и наше нарушение правил. А иногда изобретает собственную метафору, например, стенку во время выполнения штрафного. Или дарит вынужденным повторяться комментаторам одиннадцатиметровый, как синоним пенальти. Мы становимся настолько ленивы, что теряем другие способы передачи смыслов. Например, все реже и реже используется перевод. Все реже и реже используется калькирование. Они ушли не совсем, но проще, или, как теперь говорят, ленивее, просто взять чужое слово и поместить его в наш текст. И все же говорить о том, что язык утрачивает внутренние механизмы перевода, специалисты не спешат. Язык во многом саморегулирующаяся система. И не исключено, что он еще ударит велопробегом или авторалли по собственной лени и нелюбопытству. Оркестр истории играет прошлое с натуры, и публика внимает строго, прихотливо. Все неизвестное из вечной овертюры исполнит удивительное трио. Удивительное трио. О золоте. Все металлы таблицы Менделеева, собравшись вместе, могут лишь завистью наблюдать, с какой уверенностью и легкостью золото управляется с человечеством. Ни один другой металл не был причиной такого количества страстей, преступлений и войн. Мировую историю можно рассматривать как историю перманентной золотой лихорадки, корни которой в глубокой древности. В 571 году до нашей эры тонны египетского золота были захвачены ассирийскими войсками. Через полвека оно перекочевало в сокровищницы Вавилона, и без того наполненные сотнями тонн этого металла, который царь Навуходоносор вывез из Иерусалима. Вавилон, окруженный тройными неприступными стенами, был штурмом взят войсками персидского царя Кира Великого. А Кир Великий со своим миллионным войском был разгромлен немногочисленной армией Александра Македонского. Победителю потребовалось 10 тысяч повозок и 5 тысяч верблюдов для того, чтобы вывести захваченное в Персии золото. И это золото удивительно быстро перекочевало в сокровищницы Рима, в которых во времена Цезаря его было собрано столько, сколько не обращалось во всем остальном мире. Но история в очередной раз повторилась. Рим пал и был разграблен. Удивителен тот факт, что золото древнего мира, из-за которого уничтожались города, страны и империи, практически нет в мире современном. Металл этот мягок подвержен трению и, по утверждению ученых, в итоге банально стирается. Золото древних обратилось в пыль. Пылью стали монеты, утварь, украшения. Те малые остатки древних сокровищ, которые возбуждают посетителей музеев, извлечены из могил и из-под погибших в результате катастроф городов. Человечество регулярно вздрагивает и холодеет от страшных сенсаций. Куда ни кинь, все заканчивается на планете. Зато с золотом все в порядке. Его много, его хватит. Можно даже с уверенностью сказать, что мы купаемся в золоте. В водах Мирового океана находится 27 миллионов тонн золота. И все они растворены в воде, да еще являются мини-саркофагами некоторых видов бактерий, притягивающих к себе золото. В отличие от рудных и рассыпных месторождений, этот ресурс практически неисчерпаем, поскольку постоянно происходит возобновление запасов. Подземные воды выщелачивают золото из недр, и реки сносят его в океан. Промышленное извлечение золота из морской воды реально, но пока абсолютно нерентабельно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В каждом доме есть вещи, которые со временем перестают замечать. Николай Михайлович Терентьев как-то раскрыл хранящийся на антресолях ящичек из-под колониальных товаров и изумился. Фотографии, документы, письма. Ему открылся другой мир, старомосковский, прощальную улыбку которого он видел в детстве. Помню, что вот много народу собиралось всегда у нас в доме. За круглым столом сидели какие-то родственники, незнакомые даже люди. Какие-то вот разговоры такие старые совершенно. Мне непонятное было, но мне было очень интересно это наблюдать, смотреть, как все это происходит. И вот когда я с этими документами столкнулся, вот это все всплыло у меня в памяти. От родителей слышал, что его прадед был известный в Москве купец первой гильдии Федор Петрович Кузнецов. У скопившего денег крестьянина была мечта выйти в люди. Хватило сметки заведовать столице банными кассами. С компаньоном взяли в аренду центральные бани. На доходы построили в 1905 году свои, знаменитые европейские. Федор Кузнецов за ночь мог нажить состояние. Купцы-старообрядцы хвалили его за крепость слова и надежность дела. Выкупил из долгов землю в Ордынском тупике и построил роскошный... Был старостой церкви всех скорбящих радостей. В родной деревне Власьево все старался что-то улучшить. Лес рассадил, школу построил. На его средства перестроили церковь Спаса Преображения. Возвели колокольню. Даже в деревне многие так, может быть, и недолюбливали его в то время. Потому что он очень строго ко всем относился. Ну и к себе тоже. Потому что надо было все-таки дело делать. На сходе, когда уже в 1917 году там все разоряли, он сказал, ну что я вам плохого сделал? Я построил для босоногих ребят школу, чтобы они не бегали за несколько верст учиться. Церковь он построил, там колокольню. Она на многие километры была всегда видна. Издали... И мой дед Михаил Федорович Кузнецов всегда, я помню, когда издали, в поле где-то мы ходили, собирали земляник, он проходил там и всегда крестился. Я так удивлялся, не понимал, почему это так. Не получив образования, Федор Петрович просвещение почитал. Большие деньги пожертвовал на строительство коммерческого училища цесаревича Алексею. Сын Михаил пошел было по стопам родителей, уехал на Цейлон закупать чай. Но когда дошли слухи о его тратах не по назначению, был возвращен телеграммой. Зато как отец радовался успехам сына, ставшего разведчиком в Первую мировую. Получал весточку, накрывал столы для всех. И не ведал, что пирующие за ними отнимут у него все. Но за границу из Крыма не убежал. Билет был куплен. Пароход уже стоял, отходил, и там гудки давали, ждали, что он приедет. Вот он так подумал, подумал, вот как мне говорят, рассказывали кто-то, там очевидец был, он так махнул рукой, нет, никуда я не поеду. Может быть, думал, что и скоро все это как-то как наваждение пройдет. Вот он уже, когда, вот как рассказывают, в Москве появился в Ордынском тупике снова, то это была уже тень того Федора Петровича Кузнецова, который когда-то был. Но уже, конечно, все заново начинать невозможно было. И поэтому вот он постепенно так стал угасать, ослеп. И вот мою маму на коленях так, я знаю, мне мама рассказывала, значит, сажала и говорила, ах ты моя беспреданница. Он доживал свой век в единственной комнате собственного дома. Философски относясь к судьбе, понимал, что сделано немало. Правда, не мог, как бывало в любимых кондитерских, покупать коробки конфет и раздаривать. Но хоть скромно, всегда принимал гостей. По детским воспоминаниям помнил, что там открывается замечательный вид на Кремль. И, как я помнил, там собирались люди, родственники по праздникам, всегда пироги были замоскворецкие. И когда я поднимался по лестнице на шестой этаж, где он жил, то я всегда, аромат от этих пирогов до меня доносился из каждой квартиры. То есть то, чего теперь нет уже, как бы теперь. Ну, я в своем роде счастливый человек, потому что я попробовал настоящих, дореволюционных московских пирогов по старинным рецептам. И уже никогда не забуду этот вкус. Жизнь, выскользнувшая из заветного ящичка, что-то всколыхнуло в душе потомка купца Кузнецова. Прадед ведь не только в громкой акции заема свободы в поддержку временного правительства участвовал. Он помогал учителям и художникам, благо творил тихо. Чтобы вот какая-то преемственность сохранялась, я решил собирать вот эти вот документы все, какие-то предметы быта того времени, тех вот лет далеких, когда вот мне передалось что-то от старой вот этой Москвы, от людей. И этим Николай Михайлович безвозмездно делится со всеми, кто приходит к нему на музыкальные и поэтические вечера. Для него хранить память о составивших славу родного города людях тоже благотворить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова